как не надо дорабатывать самокат xiaomi что люди советуют во всех этих интернетах какими доработками все говорят или многие говорят типа must have для этого самоката иначе он просто не будет ездить никогда в жизни больше чем три километра и вот я от сам отъездил больше пяти тысяч и хочу поделиться не только своим опытом а просто рассказать и практики покритиковать то что в интернетах пишут о доработках и просто сказать что большинство из этих доработок бесполезны вот это видео в общем начну его слушать и буду комментировать по ходу действия и так всем привет сегодня видео я расскажу о специальных комплексных работах которые повышают надежность электросамоката xiaomi первая часть видео буквально 4 минуты людей кто не хочет заморачиваться а хочет просто узнать что входит в эти комплексные работы какие они бывают во второй же части видео я расскажу о комплексных работах поподробнее чтобы те кто хочет сам все сделать могли повторить это у себя дома ну и первый комплекс работ для людей кто ездит летом хорошую погоду но хочет повысить надежность и в комплекс который я называю начальный входит дополнительная герметизация кнопки включения это я считаю абсолютно бесполезная вещь во первых купить силикона банку будет стоить ну это вот стоит денег во во вторых это вся герметизация которую кто-то дота сделает можно легко пропустить какую-то дырочку в этой кнопке все равно залется вода в третьих не только в этой кнопке попадает вода но еще и в промежутках этой кнопки там где она крепится там тоже спокойно вода пропадает самый жесткий лайфхак который пользовался при проливных дождях и отъездил так три года это два пакетика одноразовых наверх этого не знаю этой приблуды на самокате где фонарик эти кнопка просто два пакетика и все бесплатно дешево и сердито ездил я под проливным дождем по полчаса никаких проблем никогда не было потом эти пакеты снял там все сухо и даже если какая-то там конденсат образовался все высохнет если уж тут с силиконом мазать так там вообще там все надо этим силиконом обмазывать еще очень хороший вариант то просто купить с алиэкспресса силиконовую накладку на весь руль или напечатать на 3d принтере как я сделал потому что у меня есть 3d принтер вот и вся любовь на фига это там разбирать мазать этим силиконом том еще бояться что этот силикон плохо прилип и все равно туда вода попадет установка поддержки заднего крыла защиты провода заднего габарита это одно из немногих с которыми соглашусь просто нужно купить алиэкспрессе эту штуку или сделать самому из чего угодно я вот сделал просто спица где-то на балконе завалялась обтянул ее термоусадкой красной на фопы да люди делают из чего угодно эти поддержки вот один раз поставил и забыл оно еще поможет не только при протирании этого провода но и от того что вот в этом месте начнут переламываться начнут переламываться сам сама эта крышка дополнительный обжим фазных разъемов на мотор колесе это бесполезнейшая вещь вообще не пойму кому угол придет это делать первых нафига туда лезть просто чтобы их обжимать они и так там завода очень хорошо стоят вот я снимал их раз пять нормально не сидят плотненько дополнительных обжимать это просто какой-то нонсенс нафига туда лезть просто непонятно еще там кто там уже даже советует опаивать эти провода зачем это делать непонятно просто бесполезно герметизация отверстия для выхода тормозного троса в деке в этой деке несчастный за моих три с половиной года езде по по скажем так погоде в стране в которой дождь идет каждый практически божий день я даже не задумывался что надо это контроллер там стоит это надо разобрать батарею контроллер вытянуть все эти кишки намазать туда этого силикона не пойми зачем никогда туда вода не попадет это просто бесполезная трата силикона и денег на этот силикон герметизация отверстия для выхода тормозного троса в деке для того чтобы предотвратить отвал контактов батареи мы батарею упакуем в дополнительный слой термоусадки и батарею приклеим на герметик без использования ее родных крепежных винтов во первых это не поможет от отвала батареи потому что батареи отвалятся все равно хоть ты там миллион этих пакетиков поверх при фигач во вторых этот силикон блин клеить вместо родных красивых болтиков крепких которые держат четко эту батареи на какой-то силикон то ну отвалится я уверен через 100 километров это на какой клей надо садить чтобы не отвалилась эта батарея она тяжеленная на самом деле на килограмма 3-4 весит не выдержит этот силикон эту батарею плюс она вверх ногами там висит это просто бесполезнейшая вещь отвал отвал контакта это вот эта вот штука единственное что поможет это купить приблуду или найти знакомого или заплатить кому-то денег в мастерской которые все эти контакты просто еще раз контактной сваркой пройдет по ну в новых местах не там где старые и все и вы забыли про эти контакты я конечно делал как все говорят неправильно и меня конечно же не слушайте как я делал я вот пропаивала уже 22 банки запаял да на страхе риск да с какими-то возможно проблемами я сейчас купил прибуду в китае за 17 долларов который от аккумулятора автомобильного то точно варит эти пластины и вот следующий раз когда отвалится я просто все контакты по новой пробегусь и все самый простой способ это найти в интернете контору которая занимается ремонтом аккумулятора попросить все это переварить по новой за это возьмут моем городе 30 евро сказали за весь аккумулятор нафига там делать этот дополнительный шип дополнительный чехол этот силикон это да не поможет это дополнительная герметизация отверстия для выхода проводов во-первых пина это несчастная не поможет при герметизации это раз во вторых если ты туда не лазил так там уже это пина есть эти эти провода внутри этой трубы они и так пиной держатся чтобы их не колыхал вот если переднее колесо там не выкорчевал никто там уже эта пина есть и ничего там герметизировать надо не надо и пиной оно не загерметизируется как уж там силикона мазал везде тогда туда надо нужно пол банки силикона залить бесполезнейшая вещь и туда вода попасть это блин через вот эти только уплотнители но они с завода за пять лет очень мягкие до сих пор очень-очень вряд ли что туда хоть что-то попадет ездила я под дождями постоянно под дождями я езжу ничего туда не попадает на фига туда еще баллон с пеной покупать этот пистолет покупать если у тебя нету чтобы кататься блин да это уже столько денег просто на расход типа на всякие баллоны с силиконами рассиликонами ладно идем дальше герметизация отверстия для выхода проводов а также проверка и герметизация крышки мотора зачем его проверять зачем его герметизировать завода там все идет окей я у меня есть вот видео где я снимал у меня проколол стерлась даже не прокололась у меня стерлась шина вот видно на этой фотке это передняя шина после 5000 километров и кстати это родная камера которая тоже практически в труху стерлась просто следил за давлением 5000 это все делать ездила лысая покрышка в хлам просто я решил ее поменять по той причине что у меня один подшипник начал уже издавать музыкальные звуки и вот как выглядит мотор колесо внутри сейчас покажу вот фотография она внутри была девственно чистая все на этих магнитиках там уж какое-то маленькое потемнение за 5000 плюс ко всему там и так есть родной герметик очень такой тонкий маленький слой чтобы легко было снять эту коробку вдруг чего нафига туда лезть просто так и наделывать туда много-много этого силикона или герметика снова что-таки надо еще один герметик поверх этого купить плюс ко всему снятие переднего колеса это такие трудозатраты у меня просто чтобы снять это колесо ушло я не знаю часа два наверное болт один открутить надо этот ключ на 18 бывает оно там закипает вообще там с танцами с бубнами откручивается это все не надо туда просто так лезть пробил колесо вот тогда может не то пробил колесо камеру поменял и не лезть еще плюс к плюсу ко всему готов мотор колесу когда постоянно на нем едешь например во время дождя мотор колесо греется реально греется до 30 до 40 градусов даже зимой и получается что даже по лужам кататься приедешь домой или на работу ну у тебя теплое буквально сразу высыхает прямо на глазах это мотор колесо туда внутрь влага практически не попадает и один раз решил рискнуть и поехал с утра вроде не сильный дождь был но в итоге попал под такой ливень и проезжал дорогу и там просто образовалось озеро у меня облило водой до пояса я думал все там колесо ехал наверно как воды было все ноги в воде были практически думал стопунктово там короче что-то внутри с этим колесом но я туда не лез дальше катался и и и не парился вообще просто так в это колесо несчастный не надо как не надо лезть не мешайте технике работать родные крепежные винты крышки деки мы заменим на винты с потайной головкой если планируется прыгать если планируется прыгать по бордюрам и ездить не знаю по камням так то что там эти в потайные винты ты поставишь все равно не поможет все равно эту пластмассовую деку растрощит разобьет плюс ко всему то что там это потай просверлил наоборот уменьшает крепость самой деки и просто надо аккуратно ездить относиться к технике более менее аккуратно они они прыгать как бешеный если собираешься прыгать как как бешеный то надо туда купить эту толстую полсантиметровую крышку деки которая выдержит все что угодно она там уже идет с потаем с крепкими болтами тоже там куча идет подводных камней из-за этого потому что дека алюминиевая болты если будут крепкие какие-то каленые например прыгнешь где-то сильно но это всю резьбу с деки вырвет наглухо просто-напросто не рассчитан самокат на такие жесткие доработки на такие жесткие эксплуатации он как говорил на фопы да он сбалансированный и если где-то что-то начинаешь химичить усиливать оно тянет за собой что-то другое на самокате с бордюров ездить по гористой местности то крышку лучше заменить а также производится регулировка узла складывания и регулировка заднего тормоза значит задний тормоз я просто задолбался его регулировать чуть ли не каждый день потому что два раза тормознул уже все я езжу спокойно тихо без кастом прошивки до 25 километров в час и заднего тормоза у меня практически нету торможение идет передним двигателем никаких проблем регулировка этой передней бабки где эта фотография здесь фэри этот язычок да если есть лишних 30 или 40 баксов можно купить этот фэри язычок но на самом деле родной язычок если на него поверх сюда поставить шайбу чтобы этот болт не давил на сам язычок в узком месте давил на весь язычок через проставку через шайбу которая ничего не стоит этот язык у меня отездил 5000 и он не погнулся он не треснул он спокойно ездит и еще снова же таки надо относиться к технике чуть любя не надо налягать на этот руль не надо его дергать постоянно этот несчастный руль не надо его зажимать по самые помидоры чтобы он был как влитой он спокойно себе там с небольшим люфтиком ездит еще один лайфхак вот здесь где пластмассовая это прокладка в узле складывания прокладка это за месяц она съедается это пластмассовая на 3d принтере напечатанная я просто раз в месяц беру салфетку складываю ее в четыре раза бесплатную с макдональдса ставлю ее туда она в этой салфетке амортизирует прекрасно это салфеточку раз в неделю поменял или даже каждый день спокойно она себе ездит амортизирует не скрипит не пищит никаких проблем если появляется скрип вот в этом месте где больше всего соединений через этот болт я туда две капельки моторного масла капаю им не хватает на месяц а также производится регулировка узла складывания и регулировка заднего тормоза если планируется очень интенсивная езда на электросамокате а также езда в плохую погоду то дополнительно комплексу начальной необходимо дополнительно герметизировать зарядный порт а также бесполезно это нафига этот зарядный порт там и так он очень плотно герметизированный я езжу уже много-много по этому дождю этот зарядный порт вообще самый последний куда бы я обратил внимание да он как будто бы соприкасно соприкасается снаружи средой но там очень плотно сидит в этом месте никак просто вода не попадет единственное что я сделал это вырезал с бутылки такой как будто бы язычок или как-то ну да как будто язычок и вот в этом месте его приклеил на двухсторонний скотч чтобы вся грязь которая летит из переднего колеса на деку вниз чтобы не залетало прям на крышку сюда чтобы туда внутрь ничего сильно не попадало а так в принципе от прямого попадания дождя этот язычок защищен от попадания от колеса воды он будет защищен этой пластинкой или большим брызговиком если на переднее колесо кто вешает и по сути то что внутрь туда еще какой-то силикон надо сыпать и зеровать зарядный порт а также герметизирует выход заднего габарита задний габарит там очень хорошая мягкая резина за 5000 не задубила ничего с ним и не случилось не трогайте этот задний порт будет он себе ездить и никого не будет мучать ни вас не вы его выпад в эти дырки силикон напожевать это вообще трешняк они никуда не выходят эти дыры дырки нафига туда тот силикон мазать дополнительную герметизацию крышки деки еще сюда вот смотрите сколько полбанки силикона сюда поверх потом поверх еще крышку как положишь оно все там разлезется как приклеится этим силиконом потом следующий раз деку как снимешь то она снимется вместе с краской наверное вместе с кусками пластмассы и у родным уплотнителем на этой деке и потом чего снова мазать по полбанки силикона поверх а если где-то пропустишь чуть-чуть этого силикона даже люди которые ремонтируют двигатели мажут прокладки силиконом бывают бывают просто пропускают немножко где-то силикончик и все и будет сочиться это то что пропадет попадет вода спокойно родная дека она идет с уплотнителем через нее ничего не проходит вы же не под воду собираетесь нырять с этим самокатом елки-палки нафига столько силикона сюда потом с ним попробуй его выковырять оттуда основное при этом приклеить пластик крышки деки к алюминиевому борту электросамоката для полноценной герметизации мотор колеса необходимо нанести на датчики холла специальный компаунд это мотор колесо и так нормально загерметизирована завода она всегда будет теплая при езде вряд ли туда попадет что-то с завода вот крышка например после 5000 когда я разобрал это я подшипник поменял она внутри вообще девственно чистая была там пыль прям с китайского завода внутри лежала вот все красиво выглядит есть у меня где-то видео снимал вот внутри после 5000 где туда не лез и ротор ну это ротор я залил тут эпоксидкой рекомендую специальным компаундом залить для герметизации на самом деле просто решил перестраховаться мне было эпоксидка я залил это все эпоксидкой без никакой эпоксидки ничего там не надо этому бедному колесу заливать будет она ездить силикона тут охватает конечно если первый раз разобрал стоит чуть-чуточку герметиком тут можешь по боку обмазать для пущей уверенности просто так лезть в это колесо типа для того чтобы там подожди чуть было герметизации абсолютно не стоит лишняя трата времени сил ресурсов своих нервов более того если руки немножко не из того места на протачить можно очень легко а также заменить подшипники на более подшипники 5000 ездят а если их сродня уже захотелось зачесалось в одном месте скрыть эти резинки уплотнительные намазать туда нормальной даже обычного этого как он там называется солидола или смазки просто обыкновенной которая есть хозяйстве и они будут ходить и ходить если там смазывать раз в 3-4 тысячи что вероятнее всего за такой период может быть пробьешь что заднее что переднее колесо раскрыл намазал туда смазки будут они ездить зачем их сразу эти подшипники менять кто их знает качественные такие как например подшипники марки ntn они обладают более развитым контактным уплотнением у меня после 5000 один передний подшипник сдох сзади начало тоже музыку играть задние подшипники так я их просто вскрыл смазкой напожевал ну на время я думал покуда новые куплю но по факту получилось так что он разработался и сейчас ездит вообще не скрипит не люфтит спокойно себе ездит и с подшипниками не так сильно париться стоит свободной полости заполняются специальной нейтральной консистентной смазкой для того чтобы добавить нашим колесам стойкости к перетиранию а также проколом мы обернем наши камеры дополнительный слой резины от перетирания может быть если родная покрышка но если заказать толстую из китая она ездит вообще много 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 тысяч километров и ничего с ней не перетрется плюс ко всему камеру в камеру запихнуть туда внутрь будет намного сложнее чем просто камеру с покрышкой там и так достаточно много проблем с тем чтобы ну покуда сильно не знаешь как натягивать эту покрышку на этот диск с передним таки вообще молчу там танцы с бубнами еще те не надо это все в этом выдумывать эти камеры в камеры впихивать просто на прозапас купить толстую камеру и как только пробьешь родные покрышки что вероятнее всего на заднем колесе будет поменял на толстую и самое главное следить за давлением раз в неделю раз в две чтобы было максимально допустимое давление это 50 psi плюс-минус смотря от веса на фопы да есть мануалы сколько лучше качать если очень большой вес около 100 килограмм люди качают и по 65 и по 70 psi выдерживают эти покрышки выдерживают эти колеса такое давление я держу минимум 50 при своем весе 50 psi при своем весе 70 килограмм там с одеждой и всеми прибамбасами может 75 и это очень сильно помогает и с расходом батареи и с проколами колеса вообще не вижу проблему не надо выдумывать там ставить какие-то там прослойки расслойки применение такой технологии также позволит реже следить за давлением покрышках для того чтобы электросамокат на парковке был более устойчивый рекомендуется перенести подножку на переднюю часть также комплексом работам рекомендуется дополнительно сразу же заменить задний ну да если снова таки чешется нечего делать много денег можно поменять да все можно поменять может тут диск поменять не на алюминиевый а на титановый да эти покрышки вот если чешется то действительно их не заменить а лучше туда смазки просто поставить а лучше не трогать и ездить себе спокойно покуда не придет свое время плюс к тому чтобы поменять эти как их там бюрингс эти подшипники нужно эти стопорные кольца вот эти новые купить потому что они ломаются при съеме а снять их просто так не получится или только с такими трехэтажными матами получится что не захочешь ничего на свете больше надо съемник это еще деньги там ну эти плоскогубцы специальные 3-4 евро плоскогубцы эти стопорные кольца эти подшипники просто куча денег на самом деле все что тут человек советует если сложить в сумме то будет может половина самоката может даже больше а по времени еще трудозатраты временные чтоб все это сделать даже имея руки из нормального места ну за сутку может и не сделаешь так примерно 8 рабочих дней 8 рабочих часов может и не успеешь эти все фишки поделать подшипники на более качественные подшипники на более качественные для электросамокатов Xiaomi Pro рекомендуется усилить контроллер если ставить кастом на сто пятьсот киловатт для того чтобы где-то разложиться об столб может быть и стоит усиливать а так ездить на стандарте ничего не усиливать и не трогать электронику если ты не супер крутой мега электронщик и дружишь совсем подряд где-то чуть-чуть не допаял перепаял попала капля на какие-то контакты все твой контроллер отдал богу душу ты поехал его ремонтировать ремонт стоит как пол самоката и как в поговорке начали за здравие закончили за упокой если у вас электросамокат старой ревизии то можно сразу установить усиленную ось и усиленный замок узла 30 баксов если некую куда деть то покупай полтора доллара стоит в Китае язычок как будто бы оригинальный но типа подделочный но если поставить сюда шайбу просто обыкновенную чтобы вот этот болтик давил не на узкое место в самом язычке а на всю площадь языка оно ходит и ходит и ходит спокойно себе преспокойно вообще ходит не надо выдумывать не надо блин тратить кучу денег на этот самокат просто так складывание для того чтобы сделать электросамокат более комфортным можно поставить специальные 10 дюймовые покрышки вообще красота 10 дюймов покрышки во первых это сразу денег прилично где-то 30-40 евро наверное во вторых это геморроя прилично потому что их одеть это одно дело а второе еще отцентровать чтобы по дороге не колбасило как я не знаю как на какой-то решетке и с этим 10 дюймовыми колесами плюс ко всему надо купить проставку на крыло на заднее переднее крыло мудрить и ножку тоже нужно и переносить и ставить под нее прокладку и есть еще минусы это уменьшенный запас хода меньше разгон дабы как будто бы больше максимальная скорость но ну и так 25 км в час достаточно чтобы убиться просто без шлема так это просто легко в столб головой при 25 км в железный если попадешь то все со шлемом может быть еще будет не все а если будет 35 км в час я не думаю что там и шлем поможет можно поставить специальные 10-юймовые покрышки дорого не стоит обычные электросамокаты с такой подготовкой ездят от 5 до 8 тысяч км только с заменой расходников так эти расходники и будут те же покрышки те же камеры тот же силикон та же пина те же язычки что там еще все тоже половина того что угрохано на этот тюнинг и будет расходным материалом так зачем это делать делать лишь бы делать тратить на это время силы деньги непонятно это просто вот самокат сбалансированный абсолютно сбалансированный его вес запас хода скорость разгон вид как он складывается как он выглядит да все в нем сбалансировано нормальный самокат для своих денег и для своих нужд если хочется быстрый покупаешь другой самокат если хочется не знаю мощнее покупаешь другой самокат если хочется меньше и легче покупается другой самокат Xiaomi своя ниша ну как электросамокаты но все равно со своим запасом со своим размером со своим габаритом комфортный самокат просто нужно к нему нормально подойти прочувствовать его понять и он будет служить долго и нудно и не нужно никаких телодвижений экстра делать и в целом это все а далее я расскажу подробно это все слава богу вот я езжу и зимой езжу и летом езжу и нормально все вот задний этот брызговичок поставил чтобы не летело спереди брызговичок поставил чтобы не летело и все и забыл вот эту штучку сделал чтобы не отломалось не отломался этот как его там крыло это вот кстати как выглядит отвал контакта вот такое конечно произойдет по крайней мере в старых самокатах наверное часто новых возможно сейчас уже ничего такого не происходит и видно тут по старой пропайке что они так прожаривали видно сильно этой точной сваркой и она просто отваливается да вот такой кустарный способ запайки тысячи людей так делало ни у кого не взрывалось аккуратно сделал ну на свой страх и риск это конечно абсолютно неправильно как я сделал абсолютно неправильно надо было сразу ехать к специалисту чтобы он пропаял эти все контакты и после этого все все бы забылось ну в общем вот так вот получилось самокат как самокат а вот кстати на фотографии прекрасно видно мою салфетку да выглядит наверное некрасиво но я ее раз в недельку поменял она спокойно себе амортизирует все удары никаких проблем есть обязательно с задним фонарем включенным с шлемом с фарой включенной для того чтобы вас видели для того чтобы вы тоже нормально всех видели аккуратно обижайте пешеходов не ломитесь как как непонятно кто на этих пешеходов и будет счастье с этим самокатом у меня сейчас фотографий нет но сегодня как раз открывал программу смотрел пять тысяч сто семьдесят шесть километров я на нем проехал за три года красота самокат ах да вот тут тоже видно кстати самокат весь такой вроде мокренький а само мотор колесо вот покрышка видно мокрая а само мотор колесо сухое потому что я как раз на светофоре стоял остановился оно теплое даже зимой оно будет теплое по любому вот и так так что не выдумывайте ничего не мешайте технике работать все все счастливо хороших вам поездок